Меня зовут Татьяна, я жена военнослужащего. Ну, мы с мужем не живем. То есть я одна воспитываю двоих детей. В связи с определенными событиями, которые произошли в Крыму, я осталась, я вынуждена была приехать в Одессу. Половина семьи у меня осталась в Крыму, потому что некуда их сюда пока перевезти. Я здесь с маленьким сыном. А где вы живете в Одессе? В Одессе мы живем в санатории временно. Пока временно живем в санатории, нигде, ну, пока мы не знаем, где мы будем жить. Такие перспективы довольно-таки мутные, довольно-таки неопределенные. Скажите, пожалуйста, государство вам предлагало какую-то помощь в связи с переездом? Ну, как таковой не было мат-помощи. Были, ну, есть, вернее, что надо предоставить чеки, когда вот перевозили вещи, нанимали машины, что якобы эти деньги возместят. Вот то, что мы потратили на то, что когда мы переезжали, перевозили вещи. Скажите, пожалуйста, вот когда происходили эти события в Крыму, вы находились там? Да. Вы можете сказать, что вы видели, ваш опыт? С самого начала? Ну, в начале там захватили административное здание, неизвестные люди. Через несколько дней стало понятно, что это военнослужащие Российской Федерации. Уже пошла информация, что блокируют и захватывают воинские части. Ну, часть была поднята по боевой тревоге и поставлена на казарменное положение. То есть люди в части, находились все время в части. Потом пришли якобы представители крымской самообороны, сказали, ну, выдвинули такие в ультимативной форме, типа, убирайтесь отсюда. Все уже, вы тут как захватчики, власть другая, все переходит в крымскому правительству, все национализируется, вы здесь как захватчики. Если честно, вот я не могла понять, почему так, я никому не сделала ничего плохого. Я прожила в Крыму 22 года. Я родила там двоих детей, они у меня там пошли в школу. То есть я родилась в Херсонской области, это недалеко от Крыма. У меня остались там все друзья, у меня там осталась еще мама больная, у меня осталась там старшая дочь, потому что она заканчивает школу, ну и, грубо говоря, некуда их сюда привезти, мама инвалид, то есть из места на место я не могу ее перевозить. То есть мне надо уже какое-то стационарное место, службы, проживание, и тогда я смогу их забрать. Началось все, что завалили блоками выезда из части, огромными такими строительными блоками. Ну и все, никто не выходил, естественно, люди находятся круглосуточно, мы все время, ну, там, женщины могли выходить. То есть мы выходили, покупали продукты, там готовили. А какое они требование выдвинули, можете более подробно рассказать? Чтобы мы ушли, перешли служить на сторону крымского народа. Ну, вот на сторону крымского народа не приняли присягу, а ну, чтобы мы перешли, либо мы переходим служить крымскому народу, либо мы уходим. Причем это было не оговорено, как мы уходим, куда мы уходим. То есть, как люди военные, у нас была одна установка, что мы не подчиняемся кому-то с улицы, кто пришел и сказал уходите. У нас есть командование, которому, в принципе, мы подчиняемся. Ну, была команда оставаться, не было команды уходите, сдавайте оружие. Была команда оставайтесь на месте. Это территория Украины, это оставайтесь на своих местах, выполняйте задачи, поставленные вам командованием. Да, ну, то есть оставаться там на месте. Они перед КПП поставили флаг российский там на палатке. Ну, естественно, мы тоже принимали какие-то меры, чтобы как-то защищаться, обороняться, чтобы нас тоже как там слепых котят не перебили. А были жертвы со стороны воинской части? Да, были жертвы. 18 марта начался силовой захват части. С пулеметами, с автоматами. Причем задолго до этого, дня за три, очень явно там вокруг части у нас недостроенные дома. Не вокруг части. С одной стороны недостроенные девятьэтажки, с другой стороны достроенные. И очень явно, мы до сих пор не можем понять, почему очень явно. Туда поднимался снайпер, там, отслеживал передвижение по части. Ну, как там, я не знаю. Нас удивляло, почему он это так явно делает. Как бы снайпер, да, его никто не должен видеть. Да, он видит всех, никто не видит снайпера. Почему он вот именно хочет, чтобы его увидели. Это было два снайпера. Они два дня подряд приходили снайпера, а потом на третий день уже начался силовой захват части. Были погибшие? Да, у нас погиб прапорщик Кокурин. Из наших никто не сделал ни единого выстрела. Причем, я думаю, что справки были наведены. И все знали, вооружение мы не боевая часть была. То есть мы не боевая часть, не вооруженная часть. То есть у нас чисто специальная там техника, да, топографы. И началась стрельба. Прапорщик Кокурин, он стоял на вышке. Его застрелили. Второй наблюдатель наш был на трехэтажном здании. По нему стреляли. Ну, вот ему просто повезло. Причем при всем, что дома у него была жена и две недели, как родился ребенок. Когда его ранили, второй офицер, который находился с ним, убрал его с линии огня. Когда туда забежали захватчики, я не знаю, как их сказать. Это спецназ, это был российский, крымский. Это были люди без опознавательных знаков. Правильно? Да. То есть сказать, что это самооборона, я не могу. Это было довольно-таки подготовлено. Это был спецназ. Ну, российский, крымский, не знаю. Они связали раненого, не оказав ему помощи. И связали рядом офицера, который мог ему оказать помощь, но не мог оказать, потому что его связали. У них обыскали карманы, забирали там деньги, карточки, удостоверения. Ну, это у всех офицеров так. Вот. Остальные там баррикадировались в одном производственном корпусе, в штабе баррикадировались. Было установлен пулемет. Пулемет поливал. Причем при всем, что в тот день на работе находились и гражданские люди, женщины. В основном это были женщины. Им кричали, что здесь женщины. Ну, на них это не возымело никакого такого. Что было после того, как захватили часть? Приехала почему-то прокуратура, сразу и милиция. Начали опрашивать всех, как так, что произошло убийство. Вот это тоже, мне кажется, цинично было. Это верх цинизма. Как же так произошло убийство? Все обвешаны были гранатами, пулеметами и автоматами. Я этого не могла. Он переехал из Крыма сюда, в Одессу. Он сейчас служит в Одессе? Да. Да, то есть мы остались частью. То есть, как вот вышли, мы сохранили там знамя, все. Ну, то есть, это такие военные, скажем, понятия. Нам предоставили для жилья санаторий. Приехали жены, дети, потому что во время этих событий очень много офицеров отправили все-таки жен, детей в более безопасные места. Я сама лично маленького сына отправляла к родственникам на материковую Украину. Ну, старшая дочь, когда я... Она все понимала, и она, когда я уходила там на работу, она каждый раз плакала. Мама, не уходи, там же страшно. То есть она это знала. Вы знаете, мне кажется, этот вопрос даже не обсуждается. Мне кажется, он вообще не решается. И, если честно, уже становится страшно. Я понимаю, что в стране сейчас, в данный момент, масса проблем. Я все понимаю, что в стране идет практически война, что каждый день кто-то погибает, кто-то... Ну, вот мужья, да, они готовы служить, защищать. Ну, как они вот скажут, там, все, вы выходите на какие-то там боевые действия. Как они могут уйти, если они будут знать, что дети у них нигде. Просто нигде, там, когда скажут, мы не знаем, сказали, до 1.06 мы живем в санатории. Там, когда мы там жили, практически у каждого было свое жилье. Очень больно, конечно, было его оставлять, потому что много и труда вложено было, и нелегко оно доставалось. Возможности там его продать и здесь что-то купить абсолютно нет никакой. Это у вас там, в Крыму? В Симферополе, правильно? В Симферополе. В Симферополе. Ваша личная квартира или кредит? Служебная. Это служебная, нам давала государство. То есть выделяла, мы находимся как бы на государственной службе, там, по истечении там выслуги определенной, оно могло перейти в мою собственность. Но так как нет еще выслуги, то оно не перешло в мою собственность, и оно просто отошло Российской Федерации, это жилье. И то есть смысл в чем, что никто, практически каждый военнослужащий, да, практически каждый военнослужащий жил в служебной квартире, которую оставили там, оставили, ну, взяли, конечно, необходимые вещи, мы не убегали там босиком, то есть было время собраться. Но тем не менее, вы сами понимаете, что Одесса дорогой город, мы без жилья и там и здесь получается. И снимать жилье нет возможности, иначе нечего будет есть.